Книга «Открытым оком», вопрос 385. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 по 11 стих. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Из Иссея пошлет им Бог тейство и заблуждение, так что они будут верить лжи. Действительно не так, что всякий, кто предпочитает не любить правды Слова Божия, подвергает себя большей опасности, и Бог посылает самозваных религиозных учителей, чтобы они поверили лжи и поступали по ней. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь выделяете слово «не приняли любви истины». Действительно, в Священном Писании постоянно подчеркивается опасность пустоты и занесение инфекции на место выдернутого зуба. Матфея 12 глава, 44 по 45 стих. Тогда говорит «возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Профессор Марцинковский вывел из личного опыта крупного христианского проповедника следующий афоризм. «Вырви из сознания людей Евангелие, и на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикроешь». Господь наш, Христос, говорит тем, кто не принял его, как обещанного Мессию. «Эти люди в сердце свое впустят Антихриста». Иоанна 5 глава, 3 стих. «Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примете». Православные архиереи, сеноты и патриархии очень хорошо потрудились, старались изумительно долго, чтобы выдавить из церкви живое Слово Божие. Авторитет Библии и насаждали постоянно, тысячелетия свой авторитет. Бедный, бледный и грешный. Библия – забытая и заброшенная книга в православии. И что же на месте ее? На месте расстрелянных в Барнаульском Казанском женском монастыре теперь находится СИЗО, 17 дробь 1, тюрьма, в 3700 преступников. Исторгли молитвы, кождение фемиамом. Теперь на этом месте миллионы богохульцев, прокатий и никотин. Вместо Библии в православной церкви тьма суеверий, разброд умов, гибельность. Вот об этом апостол Павел говорит. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, туда проникает льстец и лжец. Вот поэтому-то Бог не довольствится даже 99% любви к Нему, но только всем. Марка, 12, 33. И любить его всем сердцем, всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Римлянам 1 глава, 28, 32 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злоба, исполнены зависти, убийства, расприи, обмана, злонравия, злоречивые. Клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушно родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают праведный суд Божий, что делающиеся такие дела достойны смерти. Однако ж не только их делают, но и делающих одобряют. Вместо одного отвергнутого Бога в человека врывается полчища демонов, весь уголовный кодекс.